Заботиться о детях с ограниченными возможностями волонтёры в нашем регионе действует программа «Лыжи мечты». Вот уже положительные результаты. Воспитанники проекта приняли участие в своих первых соревнованиях. А впереди большие планы принять у нас в Тюмени спортсменов со всей России. С подробностями Лариса Соловьёва. Эту трассу и этого инструктора Вова видит впервые. Для ребёнка с аутизмом стресс. Но когда мальчик встаёт на лыжи, недуг отступает. Два пробных спуска и старт. По итогам третье место. На награды тюменцы особо не рассчитывали, ведь проект «Лыжи мечты» запустили всего два месяца назад. А у Вовы вообще было четыре занятия. На этот вопрос он ответит позже, когда поймёт, что стал призёром. Я там получил кубок. Я всё, что нужно, получил. Ну а ты волновался? Нет, не волновался. У меня ребёнок занимается спортом уже на протяжении пяти лет. Ну не этим, а разными другими. И ни разу не был ни на одних соревнованиях. Он очень хотел получить кубок. Но в обычном спорте этого никак не получалось. С обычными рядом с детьми у него шансов не было никаких. А здесь у него был реальный шанс получить кубок. И он получил не только кубок, но и медаль. Старты мечты прошли в России во второй раз. Проект получил президентский грант. И родителям, и детям со всей страны оплатили дорогу и проживание. Соревновалось около ста маленьких участников. Тюмень представила трёх воспитанников. И Вова самый способный. Уже сейчас разучивает повороты и движения змейкой. В перспективе он сможет кататься вообще без поддержки инструктора. Почти с первого занятия мы его сняли со слайдера. И он уже стал сам, получается, с моей помощью кататься. И быстрее всех освоил скорость. То есть не боялся скорости, в отличие от других детей. Успех вдохновил и организаторов проекта, и базу «Воронинские горки», которая предоставила место для тренировок. Теперь Тюмень тоже хочет принимать всероссийские соревнования. Уже сейчас идёт работа по поиску и подготовке инструкторов и волонтёров. А сам проект поддерживает всё больше организаций. Ключик жизни обратились к нам. Мы заключили договор. Они компенсируют оплату обучений. То есть родители, грубо говоря, бесплатно сейчас могут заниматься с детьми, с лыжами. Пять человек уже прошли полный курс. На очереди ещё 30. Лариса Соловьёва, Максим Плюхин. Тюменское время. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова